Традиционными танцами и песнями отмечают десятилетие национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области. Столицей празднования стал Красногорск. На юбилей в ДК Подмосковье приехали гости из 20 с лишним российских регионов. Это самая крупная азербайджанская организация в России. 14 зарегистрированных, в том числе в Красногорске, и 13 представителей по всей Московской области. Это, безусловно, национальная организация. Задача сохранять язык, культуру, традиции, обычаи своего народа, в то же время интегрироваться в российское общество. Для этого и выставка в фойе ДК Подмосковья. Внимание у гостей, национальные костюмы и азербайджанские инструменты. Ни один музыкальный вечер, говорят организаторы, не обходится без ударной на горы струнных саза и киманчи. Искусство игры на последнее и мастерство изготовления вошли в список нематериального наследия ЮНЕСКО. В экспозиции и коллекция картин оберегов под названием «Червона рута». Рута – это в нашем поверье, и поверье у очень многих народов, это трава от сглаза. Так как трава есть трава, портится, я решила их покрасить сусальным золотом, покрывать и уже поставить под стекло. Там присутствует эвкалипт, присутствует пешеница, это богатство, эвкалипт – это здоровье. А золотая рута, то есть по нашему юзорли, это защищает от сглаза, от всяких недугов. Как сделать обереги и национальные блюда, готовы обучить на мастер-классах в Красногорско-Азербайджанской автономии. Там рады представителям всех национальностей, говорят в местной диаспоре. Сегодня в ее составе более 200 человек.